Здравствуйте, я Василий Флеонид, директор завода авиационных профилей проката. Я хочу рассказать про титан. Тема настоящего титана свободневна. Кого-то сажают, кто-то прячется. Вот у нас весь титановый пруток производствован до самого ВИСМА. И такой, и такой, и ВТ-6, и ВТ-1, и ВТ-5. Мы предлагаем качественный материал, беря настоящий. Мы не говорим о том, что сертифицирование, сертифицирование, просто. Я ввожу такое понятие, как настоящий титан, то есть сделанный по правильной технологии. В нем отсутствуют газы. Соответственно, отсутствуют вредные, невозможные, поганые включения, которые приводят к разрушению инструмента. Раковин нет. Нитрит титана, все знают, что он нужен для повышения зазоностойкости инструмента, желтой пластинки. И представьте, если вы берете титановый пруток, в котором, или там, плиту, или еще какой-то титан, в котором очень высокое содержание азота и водорода. Это же фактически керамика. Что вы хотите от своих станков, от своей производительности? Естественно, именно по этой причине мои многие заказчики, кто занимается обработкой алюминия, медиа, латуния, бронзы, нежавейки, не берутся работать с титаном. Потому что имеют печальный опыт, неоднократный печальный опыт по обработке титана, что пять деталей делают, из них пять брак. Приходится заново покупать титан, у меня настоящий, делать заново, хотя им давали как довальческое сырье. То есть сначала наломали инструменты, целую кучу, загнали все в брак и заново купили материал, и заново все сделали. Но это, я считаю, ненормально. Вот, пруточки мы пилим от диаметра восьмерки, если надо, отпилим кусочки. До прутков диаметра 300-400 можем пилить. В наличии из 1.0 у нас прутки до 300. В большом асортименте плиты до сотки, от листа 0.5 до сотой плиты. Вот, иногда, когда, получается, мы заказываем прутки на верхней саде с обточкой, островские прутки все идут с обточкой. Вот видите, видите, как блестят. По 173-му, по 266-му, теперь с новыми уточнениями все прутки должны быть с обточкой. Ну и, соответственно, обточенный пруток на ленточной пилимом станке, и потом, в дальнейшем, при токарной обработке, не имеет корочки энсальфированным слоем. Ну и шикарно обрабатывается, одного резца, одной пластинки хватает на очень-очень долго. Здесь у нас ряд титановых пруточков крупных размеров. Тоненькие пруточки хранятся на другом складе. Здесь мы держим кусочки прутков, от которых что-то отпилили. То есть, например, даже вот такой пруток. Вот это ПВП-шка, версия саудинского производства. Вот заводское клеймо ВТ-1.0. Обратите внимание, ПВП у Сауды именно вот так вот выглядит. Никаких бараньих рогов, никаких явно выраженных коричневых, желтых винтов. Вот именно вот так вот выглядит саудинская ПВП-шка. Вот такой пруточек. Пойдемте к другим пруточкам меньшего диаметра марки ВТ-1.0. Я вам расскажу, как они должны выглядеть. Как должна выглядеть саудинская перекатка. Как выглядит саудинский бараньих рог. Пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...